здравствуйте уважаемые коллеги и зрители канала заметки электрика берем наш кабель берем все комплектующие наших разъемов данном случае они у нас будут вот такого типа в этот раз почему-то только пришли не на 30 как и обычно заказ 20 или что ли да на 24 и собираем наши разъемы разъемах я уже подробно рассказывал и даже не один раз в этом в этот раз будет у нас вот такие вот то есть это брать здесь установим сад посадочная для наших штыревых контактов все прессуем пресс у меня есть для хартингов всех необходимых сальников ну а кабель буду подключать с другой правда стороны выключателя на аналогичные клеммы клеммные колодки ну в процессе монтажа наверное покажу если будет время приступаем к нашим разъемом и ну вот раздел жгут зачистил все проводники здесь у меня используется разъем на 24 контакта так и сейчас буду опрессовывать сами эти наконечники это у нас тип honda вот такой вот 48 штук на 2 ячейки соответственно здесь на клещах тоже выставляем honda вот эту матрицу сам наконечник у нас имеет сечение полтора но присоединяемые проводники имеют сечение 075 или даже 05 по моему миллиметра а значит нам нужно прессовать будет вот в этой первой матрицы вот здесь диапазон от 0 14 до 1 то есть следующим образом раз и зажимаем вот и присылал все наконечники сейчас будем их устанавливать в корпус также не забываем про наконечник для заземления теперь по номерам согласно маркировке устанавливаем наши наконечники ну или контакты в корпус наши вилки что-то мне не нравится этот разъем вообще не нравится во первых плохо защелкивается вроде бы вставляется но выдавливается вот раз и вытаскивается раз и вытаскивается вот все вытаскивается где-то нормально где-то вот все-таки не до защелкивается как-то выглядит это ненадежно вот на них вот имеется вот такая вот юбочка и как бы когда разъем ну контакт вставляется в отверстие обратно вот эта юбочка не дает ему как бы выйти обратно так вот они вот во-первых отламываются вот уже нескольких во вторых крепятся очень и очень ненадежно мне не нравится я уже тут как бы несколько рядов собрал но как-то мне это все не внушает доверия я больше предпочитаю старый вернее другой тип разъема который я вам показывал ранее сейчас пойду искать к себе в кладовку другой разъем хартинг но ладно разъем это у меня вроде бы есть а вот штыревых контактов может и не быть поэтому даже и не знаю что сейчас делать ну вот это совсем другое дело привычные нам силовые разъемы хартинг вот так вот получилось получился наш разъем это заземление и все наши контактики здесь выполнено заземление экрана и все проводники у нас вставлены свои соответствующие контактные места вот принципе все разъемы готовы готовим обратную сторону разъема то есть маму вот у нас будет один и белого будет второй разъем белого бухты не хватило поэтому будем делать монтаж синим эту ячейку но сейчас по аналогии все это зачищу от маркирую опрессую штыревые наконечники хартинговские и установлю в корпус разъема бирочки готовы контакты готовы можно зачищать провода и рисовать ну вот все разъемы у нас готовы все от маркировано и сейчас можно устанавливать их этот конец будем подключать них к выключателю это у нас пойдет эти концы пойдут в ячейку на клеммник вот и все на ячейку на дверцу были установлены светодиодные лампы скл был установлен новый прибор учета посещать 4 тем 0 5 м панель выносная панель в пт от терминала тор 200 ну и здесь установлена такая заглушка правда немножко в цвет не попали но ладно ключ управления также был установлен вот с обратной стороны конечно же здесь были убраны все старые клеммники все из демонтирована все убрано лишние лампа освещение ячейки у нас осталось но она мне сейчас не подключена здесь установлены у нас два модульных автомата это оперативные цепи и цепи управления и питания терминала тор 200 автоматы у нас эти маты ну и здесь в углу аккуратненько мы установили сам терминал тор 200 и блок управления выключателем в втл sm16 в принципе вся компоновка как видите здесь я уже начал расключать дверцу подключил счетчик здесь еще не хватает перемычки 369 то есть ток завел и цепи напряжения пока сделал отмерил запасы для выхода на для выхода в ралейный отсек так в нуле у нас здесь установлен амперметр здесь у меня есть перемычка потом отсюда пойдет на счетчик и на общий ноль также здесь уже расключил лампы также оставил везде запас сейчас весь этот жгут соберу аккуратненько в косичку и выведу в ралейный отсек но говорю сначала нужно установить клеммники здесь начал уже потихоньку раскручать терминал вот подключил токовые цепи защиты и земляную защиту вот здесь тоже оставил запасы которые потом подключу на клеммник ну и также уже практически расключил блок управления все наши отмеренные проводники здесь имеются маркировки чтобы уже ничего не прозванивать сразу провода будут изгибаться аккуратненько и выводиться на клеммник ну вот в принципе и все ну и также на двери уже подключил ключ управления вот от него отходит 5 проводников которые тоже пойдут уже в шлейф также было высверлено отверстие для разъема хардинг ну и по сечениям все токовые цепи которые у нас идут на счетчик на терминал из трансформаторов тока они выполнены проводниками сечением два с половиной квадратных миллиметров все остальные цепи цепи управления сигнализации оперативные цепи питание терминала и прочее выполнены сечением полтора квадратных миллиметра все делаю гибкими проводниками так здесь вот еще не обращайте внимание есть старый жгут это старая коммутация я еще посмотрю потом ее частично с демонтируем и параллельно ведем работы по второй ячейки здесь пока провели просто демонтаж ничего еще не установили но только счетчик установлен и ламп ключ управления здесь тоже все уже с демонтировали видите никаких клеммников нет сразу сделали отверстие для разъема хардинг установили блок управления автоматы питания в общем все аналогично собираем клеммники вот у нас клеммник xt2 от единицы до 50 это оперативные цепи а вот 51 до 80 это у нас цепи сигнализации здесь у нас клеммник xt3 это у нас токовый клеммник вот здесь перемычка есть для разрыва токовой цепи здесь выведены тестовые разъемы удлиненные потому что здесь стоит перемычка по нулям общим выводам трансформатора тока вот так вот сделано но сейчас буду собирать то же самое и второй клеммник это у нас стопоры вот я их использую и здесь на них как раз устанавливаю шильдик маркировочный наименование вот этого ряда клемм в данном случае это xt2 здесь у нас тоже стоит стопор и обозначение клеммник xt3 то есть xt3 это у нас токовый клеммник ставится недостаточно легко клемма кстати в миллер очень нравится мне и идет и собираем это у нас vtl 6 дробь 1 на 6 миллиметров это у нас на два с половиной миллиметров vdu 2 с половиной ставится аналогично и так далее как здесь выкручиваем вот эти вот тестовые разъемы короткие которые стандартные здесь убираем на одной клемме перфорацию ставим рядышком то есть вот эти две клеммы мы сейчас будем соединять перемычкой с выводом красного тестового разъема вот у нас тестовый разъем здесь у нас идет двойная перемычка мостик он правильно называется дальше вставлены две гильзочки и мы это все дело вот сюда вот устанавливаем и закручиваем сюда будет приходить два нуля старс арматора тока и здесь будет общая перемычка это пойдет уже на нагрузку отсюда со второго вывода будет браться заземление вторичной обмотки вот так ну и здесь вот сама клемма то есть если хотите разорвать вот разрыв ставим обратно вот и готовы наши красавцы устанавливаем на ячейку это у нас связь выносного пульта в пт с нашим тором и избежка здесь дверцу уже обвязал вот вот Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дверь, щитовой амперметр, сигнальные лампы... Это наш выносной пульт ВПТ, подключенный через USB, его заземление, это счетчик электрической энергии, так, это у нас заземление дверцы, заземление нашего выносного пульта, ключ управления и вот эта вся косичка идет у нас вот сюда в ячейку. Вот у нас ячейка, но здесь я эти еще пока не расключил, ну это резервные пока я их оставил в стороне, здесь установил уже на клеймнике все перемычки. Так... Наш тор, это у нас стоковые цепи, здесь обвязал сам тор, цепи управления. Вывел вот сюда... Ну и здесь у нас блок управления СМ16, все расключил, здесь установил добавку, это у нас в аварийную сигнализацию идет 707 через добавочное сопротивление. Ну и здесь питание автомата, то есть питание цепи управления и питание терминала ТОР. Шина плюс ШУ, минус ШУ. Это у нас питающие шины, здесь вот плюс-минус ШУ, 701, здесь освещение ячейки О300, О723, 724 и 100 вольт АВ, С, А630, Б630, Б600 и С630. В принципе, вот так вот получилось примерно. Так, здесь у меня что еще осталось? В принципе, все. Здесь еще не поменят периметр, пока в заявке он. Здесь будут надписи на ключе управления, эти надписи тоже все будут меняться по имеющимся защитам. В общем, чуть позже об этом. Ну и как я вам говорил ранее, планировалась замена также и трансформаторов тока. Вот установлены новые трансформаторы тока, они устанавливаются туда на монтажную панель. Ну и вторичка, соответственно, тоже к ним уже все подключили. Это у нас ТПЛ-10М бочоночки. Так, феранти у нас остается существующий и осталось сюда уже завести питающий кабель. В данном случае у нас будет шитый полиэтилен. Далее приступил ко второй ячейке, вот здесь уже полностью расключил дверцу. Все аналогично, только коммутация синим проводом. Счетчик, пульт, ключ управления. Так, и вот этот весь наш пучок. Это у нас идет с нашего тора. Так, блок управления. Тоже того же части вывел проводников. Питание вот подключил на автоматы. И вывел. Вот здесь у нас идет шлейф. Здесь вот вывел разъем. Вот косичка идет, сюда жгут. Вот он жгут идет. И его уже весь здесь расключил. Так, ну вот в общем пока такой рабочий процесс. Сейчас буду ввязывать здесь на торе все. И выводить аккуратный жгут на заднюю сторону клеммника. И останется у меня немножко. Это расключить блок управления вот провода. И завести питание сигнализацией 100 вольт на клеммник. Ну вот готова уже и вторая ячейка. Все аналогично. Вот у нас обратная сторона дверцы. Щитовой амперметр. Лампы коммутации. Выносной пульт ВПТ. Ключ управления. Счетчик электрической энергии. Здесь тоже выполнено заземление панели на дверцу. И сама непосредственно заземление дверцы идет на общее заземление ячейки. Общий жгут проходит через такой держатель кронштейн. Все тут уже расключил. Установил соответствующие перемычки на клеммник. Вот эти вот желтые. Здесь у нас терминал ТОР-200. Все аналогично. Блок управления. Это на шинке уходит. Плюс-минус. Сигнализация. 100 вольт. Освещение. Ну и два автомата. Здесь у меня по мелочи буквально осталось. Добавочка. Вот еще шинка аварийной сигнализации не подключена. И здесь внесли изменения на большие схемы. Вот завели кабель. Там вот резервная жила. Это завели кабель. Вот здесь жилка у меня единичка. И вот здесь вот. И на ТОР я вот дополнительно уже проложил три проводника. Это у нас будет минимальный и максимальный уровень масла в трансформаторе. Этот кабель у нас приходит с кабины трансформатора, с датчика давления. И соответственно мы будем в случае уменьшения либо увеличения масла, ну давления и соответственно масла в баке трансформатора отключать наш выключатель через соответственно наш терминал. То есть эти кончики я заведу здесь на одни из входы. А потом их запрограммирую на соответствующее действие. То есть на отключение выключателя. И запрограммирую соответственно светодиоды на лицевой панели выносного пульта. Разница здесь у нас имеется в выносной панели. Блоки у нас оба компактные. Тем не менее пришла здесь у нас ВПТ-01 панель еще прошлого образца. А на первой ячейке у нас ВПТ-02 панель более нового образца. Ну как-то вот так вот получилось. А вам какая нравится больше панель ВПТ-01 вот как в данном случае или ВПТ-02 как на первой ячейке. Так ну собственно в следующей части это у нас как бы вторая часть видео про ретрофит ячейки круг 10 кВт. В третьей части я расскажу про вот эту всю схему. То есть чтобы вам было понятно что именно тут собиралось как собиралось. Поэтому чтобы не пропустить подписывайтесь обязательно на канал. Впереди будет еще много всего интересного. И не только связанное с релейной защитой и с высоковольтным оборудованием. Но и по другим разным интересным темам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok